Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». У нас сегодня в студии Бирюлькина Мария Александровна, врач-гастроэнтеролог, центральной клинической медико-санитарной части и медослуженного врача России Мария Александровича Егорова. Здравствуйте! Здравствуйте! Мария Александровна, тема сегодняшней программы, мы назвали так, «Здоровье органов желудочно-кишечного тракта – это основа здоровья всего организма». Это правильный такой термин? Да, верный. Верный. Давайте начнем тогда с такой темы гастриты. Гастриты вообще считается бич современности, и на самом деле эта тема такая очень проблемная. И скажите, пожалуйста, вот сами гастриты, что они из себя представляют и почему они вообще возникают? Да, действительно, гастрит является одним из основных заболеваний среди всех болезней органов пищеварения. Раньше всегда гастрит считался диагнозом морфологическим. В принципе, что есть гастрит? То есть на клеточном уровне? Да, на клеточном уровне. Это воспаление слизистой оболочки из желудка. Всегда делился на острый и хронический. И основные причины, какие могут вызвать гастрит, в первую очередь это питание. Часто пациенту приходят и начинают искать причину, из-за чего же у них возникли те или иные проблемы с желудком. Мы им первый вопрос, что вы едите? Начинают перечислять и выявляем те или иные погрешности в питании. Например, нерегулярное питание, отсутствие завтраков, быстрый перекус, перекусы на ходу. Поэтому сейчас в современном мире у нас жизнь очень стремительная. Мы постоянно куда-то спешим, что-то делаем. Естественно, нормальное питание очень сложно поддерживать. Поэтому в первую очередь нужно правильно питаться, чтобы не вызвать так называемый гастрит. По причинам хочется еще отметить многим известную так называемую бактерию хеликобактер пилори, которая также может вызвать воспалительный процесс в желудке и привести к развитию различных жалоб. А вот специфика самой нервной системы человека, например, или какая-то генетическая предположенность, все-таки вот играют роль? Экология, эти факторы как-то все-таки стоят на каком-то месте или нет? Ну, конечно, конечно. Когда постоянный стресс, психоэмоциональное напряжение, нестабильный такой психический фон. Иногда это даже первой причиной является. Естественно, человек стрессует, начинает все кушать. А тут еще хеликобактер подошла. Ну, как говоришь, заедает стресс, да? Заедает стресс. Хеликобактер пилори пришла. Да, и вот, пожалуйста, гастрит. Поэтому, да, стресс, конечно. Экология, ну, она всегда влияет, поэтому желательно свежий воздух, отсутствие как-то загазованности, то есть куда-то выезжать на природу необходимо. Поэтому экология очень также важна. Наследственность в том числе. Наследственность тоже, да? То есть неважно даже у кого там из родителей, там или в каком поколении, то есть все-таки предположенность есть такой, да? Ну, да, есть предрасположенность, хотя первой причиной все-таки не является. Ну, может, да. Павел Александрович, ну, давайте тогда сразу перейдем к второму вопросу. Значит, вот какие должны появиться жалобы, ну, с простым языком говорить, или какие признаки должны появиться, чтобы человек действительно насторожился и обратился вот к врачу? Вы знаете, как-то каких-то совсем специфичных жалоб здесь не бывает. Но в основном, с чем приходят пациенты, в первую очередь жалуются на боли. Боли. Боли или дискомфорт? И дискомфорт может быть, но и боли в том числе. В принципе, когда приходит ко мне пациент, мне говорят, у меня, наверное, обострился гастрит. Сами даже говорят. Да, и начинают перечислять множество различных жалоб, симптомов, начиная от изжоги, заканчивая, извините, нарушениями со стороны кишечника. Начинаем мы выяснять, проводить определенные диагностические, инструментальные методы исследования. Основным все-таки жалобом действительно дискомфорт, тяжесть желудки будет являться. Но напомню, все равно диагноз это в первую очередь морфологический. Поэтому, если что-то и беспокоит, нужно искать иногда иные причины развития тех или иных симптомов. Другие заболевания могут приводить, например, к той же самой изжоге. Это гастрозофагиальная, рефлюксная болезнь. Если какие-то ночные боли, уже проверять пациенты на эрозии желудка, язвенную болезнь. Кстати, вы сейчас заикнулись про гастроэзофагальный рефлюкс. Следом сразу он может стать причиной развития даже гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это очень частая, кстати, находка при гастритах. Скажите, пожалуйста, на самом деле, насколько важно уловить это состояние, как оно тоже проявляется. Ну, такие вот, первое, второе, третье. То есть, все-таки на что будет жаловаться пациент? Вы же сказали, дискомфорт в животе, урчание, чувство наполнения в желудке. Что будет? Отрыжка. Вот знаете, прошлый век считался веком язвенной болезни, а наш нынешний век веком гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Частая основная жалоба – это изжога. Присоединяется к этому отрыжка, горечь во рту, тошнота. Это же когда присоединяется желчный пузырь, печень, дисбаланс, билярный утракт, так называемого, желчеводящей системы. Также может быть дискомфорт, конечно, он тоже имеет место быть. И вздутие газообразования отчасти тоже может присоединяться. Чем опасны рефлюксные болезни? Ну, если ее не лечить, конечно, воспалительный процесс постоянен будет в пищеводе. Это также может приводить к развитию эрозивного процесса в пищеводе. Редкое явление, но случается даже язва пищевода. Мы уже не говорим о каких-то таких серьезных заболеваниях, как, например, злокачественное на образовании, так называемый пищевод Боретта. Мы поговорим об этом обязательно сейчас. Да, да. Ну вот, Мальсан, кстати, вы уже тоже опять сказали сейчас про… Мы всегда говорим из программы в программу, особенно когда это касается хронички каких-то заболеваний. Мы всегда говорим, что в априоре любое заболевание может скрывать какую-то маску, давать онкологии. Поэтому всегда должна быть онконостороженность, правильно? То есть мы всегда об этом говорим. У нас аудитория очень большая, и нас смотрят и медицинские сотрудники. И мы каждый раз об этом говорим, что должна быть онконостороженность. То есть в каждом пациенте как-то целенаправленно нужно видеть, что вдруг у него там… Мы не говорим, что там прям злокачественное, но может быть доброкачественное. Но чем раньше поймаешь, как говорится, онкологию, тем быстрее. И ведь онкология же она 100% излечивается при ранней диагностике, правильно? Поэтому давайте скажем тоже, причина, кстати, смертности. Ведь тоже сейчас вышла на определенный уровень такой причины смертности от болезни именно желудочно-кишечного тракта. Скажите, пожалуйста, насколько это действительно опасно? Вот ваше мнение, и насколько онконостороженность важна? Конечно, мы не являемся, и очень хорошо, что мы не являемся лидерами по смертности среди вообще всех заболеваний. Все-таки нас опережает сердечно-сосудистая система и онкология. Но среди наших пищеварительных заболеваний, это в первую очередь заболевания печени, поджелудочной железа, циррозы, панкеринекрозы. К сожалению, за этот год, за тот год, язвенные болезни, осложненные кровотечением. Ну, все, чем она чреват, как раз, с осложнениями, да? Да, 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 да. Поэтому, ну, сейчас это, во всяком случае, гастроэнтерологи стараются с этим бороться, предотвращать, или если уже развелось какое-то такое грозное заболевание, поскорее оказать помощь, чтобы оно не прогрессировало. Ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки причина вот того, что бывает действительно смертность от заболевания желудочно-кишечного тракта, это как раз вот несовременное обращение, да, и неприверженность к лечению и к обследованию, да? Правильно? Да, да. Опять же, нарушение так называемого здорового образа жизни, если мы говорим про алкоголизм, сюда же может отнестись курение. И, к сожалению, бесконтрольный прием препаратов. Множество препаратов, которые вызывают развитие осложнений от токсического поражения печени до той же самой язвенной болезни, осложненной кровотечением, к примеру. Ну, то есть вот очень хочется, чтобы сейчас нас услышали телезрители, и действительно стало понятно, что самое главное – это просто обратиться, не терпеть, не вариться, как говорят, в собственном соку, да? А действительно, сейчас идут плановые приемы уже, мы встаем уже в такой плановый ритм, да? Да. То есть ковид отступает, да, в какой-то степени, да, и спасибо вакцинации, да? Спасибо. Да, да. И поэтому вот хочется к людям даже вот так обратиться, чтобы действительно не терпите, не слушайте, не знаешь, каких соседей, там, друзей, потому что у всех протекает и все по-разному. Поэтому никто не исключал индивидуальный подход, правильно? Верно. Да. К сожалению, пока был, бушевал ковид, перестали пациенты, множество пациентов перестали обращаться за помощью в поликлинику, да, были в этом, ну, небольшие сложности, сейчас таких нет, но даже в тот период, если человек видит, что что-то не так, совсем не так, какие-то резкие боли, например, у кого-то появлялась рвота, падало давление, появлялись признаки, там, острых каких-то процессов, температуру поднимался, но человек никуда не обращался, занимался самолечением, и потом приходит к нам уже с появившимся осложнениями. Поэтому большая просьба не заниматься самолечением, особенно в тот период, когда вы видите, что у вас действительно острый процесс идет. Обращаться к людям белых халатах. Обращаться, да, да, вызвать скорую помощь. Мария Александровна, ну вот, раз уж сказали, коронавирусная инфекция, да, понятно, что есть органы мишени определенные, это вот легкие, кровеносные сосуды, но в том числе, да, вот как мы сейчас обговорили, и в том числе тоже органы желудочно-кишечного тракта, пищеварения. Вот после перенесенной коронавирусной инфекции, как восстановить нормальную работу этой системы? Вот ваше мнение личное. Очень жаль, что ковид не обошел органы пищеварения. Очень много пациентов к нам сейчас обращаются. Последствия какие-то, да? С последствиями, да. У одних пациентов появляются боли в поджелудочной железе, у других кишечник, у третьих желудок. То есть, в принципе, вся пищеварительная трубка, весь желудочно-кишечный тракт подвергается воздействию ковида. Поэтому здесь самое важное, как всегда, это диета. Пациенты сначала не могут кушать то, что хотят вследствие заболеваний, коронавирусной инфекции. Часто аппетит меняется у пациентов, да, в принципе, и из-за интоксикации в том числе. А потом они начинают все наедать. И мало того, что подействовал вирус, так мы еще и наелись, и вот у нас возникли различные обострения. Поэтому нормальное питание, диета, и стараться вести здоровый образ жизни, гулять, заниматься спортом. Хорошие эмоции какие-то. Хорошие эмоции, да. Поэтому, в принципе, такие общие рекомендации, они одинаковые. Ну, опять же, вот, Мария Александровна, углубленная диспансеризация, да? Тоже такая вот прям, такая хорошая ниша, да, именно вот нашей медицинской работы, где именно вот во время этого процесса можно выявить какие-то отклонения из страны, в том числе и желудочно-черечные тракты, и вовремя направить пациента, вот, как говорится, в нужное русло, да? Какие-то дать рекомендации, лечение, если нужно направить на второй этап, дообследовать его. Поэтому, вот, я говорю, мы сейчас, в принципе, это такие вот хорошие процессы, которые действительно можно контролировать, правильно? Да. Углубленная диспансеризация отличные вещи. Раньше обычная была диспансеризация, с определенной периодичностью по возрасту ее проходило в наше население, да и мы тоже. Ну, мы сейчас, кстати, первое место заняли в Приволженном федеральном округе, вот, по углубленной диспансеризации, это хорошо же. Очень хорошо. Поэтому пациентам своим рекомендую, кто еще не проходил, обязательно пройдите, особенно приличайте, там множество анализов, самое главное, обследований множество. Наши люди любят в какой-то степени. Да, да, но это хорошо, это показывает заботу о своем здоровье. Конечно, абсолютно. А вот, кстати, одно из таких обследований, вот гастроскопия, ну, скажем так, если говорить честно, не очень такая приятная процедура, хотя сейчас она намного современная, она такая очень лояльная, очень быстро, как бы, ее проводят, да. Вот насколько она необходима, можно ли поставить диагноз без гастроскопии, насколько важно, в том числе, вот при гастроскопии, например, там такой обследований, как на хеликобактер. Всегда ли он назначается? Вот ваше мнение. Можно ли поставить диагноз без гастроскопии? Ну, может быть, аналоги какого-то этого обследования? Есть аналоги или нет? Аналоги, конечно, есть. Но я считаю, что если врач грамотный, опытный, знаток своего дела, мастер своего дела, то да, он... То лучше фиброгастроскопию сделать, да? Конечно, лучше, ее всегда лучше сделать, но все же диагноз, ну, хотя бы, там, приблизительный диагноз врач точно может поставить. Нужно ли делать ФГС при появлении каких-то жалоб? Конечно, желательно сделать. Естественно, во всех клинических рекомендациях всегда, да и мы рекомендуем, если появились какие-то жалобы сначала, идет первая модификация образа жизни. То есть человек меняет свое питание, режим дня бодрства не меняет. Вот. Если это не помогает, пациент сохраняет жалобы, он приходит к нам на прием, и мы в первую очередь, конечно, назначаем ему ФГС. Болезнен ли это? Нет. Можно сказать, что это неболезненно, неприятно, естественно, но действительно сейчас оборудование стало намного лучше, чем было раньше. Главное, что нужно быть строго натощак, то есть с утра не кушать ничего, не пить ничего. Как правило, мы рекомендуем накануне поесть последний раз до 6 вечера. Ну и в принципе, это основные рекомендации. В плане альтернативы рентген. Рентген пищевода желудка с БАРИМ. Там уже с контрастом. Это с контрастом, да. Выбивается БАРИ, скажем, совсем безболезненно, отлично. Но не всегда мы можем увидеть то, что нам хочется, поэтому выбором является ФГС. Мария Александровна, а вот такое состояние или диагноз, так скажем, грыжа пищевода, насколько это опасное состояние? Нужно ли его как-то корректировать, лечить? И как важно на каком-то этапе именно зафиксировать это состояние? Это очень интересное заболевание. У одних пациентов грыжа пищеводного отверстия диафрагмы может не вызывать совершенно никаких жалоб, является случайной находкой. Иногда ко мне приходит пациент, я прошел флюорографию, у меня обнаружилась грыжа. У других пациентов вызывает весьма яркую клинику, картину. Это частая рвота, боли за грудиной, учащенное сердцебиение. И опять же, начинаем обследовать, и обнаруживается грыжа. Зачастую это зависит от расположения этой грыжи, фиксированной или скользящей грыжи. Поэтому является ли она опасной? Ну, как и любая грыжа. Но что с ней делать? Бежать и оперировать сразу нет, конечно, не нужно. Если появляются какие-либо жалобы, они, кстати, схожи с жалобами при гастроэсфагиальной рефлюксной болезни, то есть может быть и сжога, отрыжка, тошнота, мы лечим. Удается все это купировать, лечить. Хорошо, мы дальше наблюдаем. Если уж, к сожалению, не удается, но всякое бывает, вдруг это грыжа большого размера, в конце концов, то мы здесь направляем на консультацию к таракальному хирургу. Он уже определяет, необходимо оперативное вмешательство или нет. А из основных рекомендаций, кроме диетических, мы также рекомендуем не поднимать тяжести. Потому что именно тяжести, они провоцируют. Часто приходят, например, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Грузчики, например, с грыжами. Мальсанна, а вот что касается дисбактериоза. Я, например, сам как доктор, всегда так считал, что все-таки это, по крайней мере, наполовину немножко надуманное такое состояние. Потому что все-таки тут индивидуально. У нас всегда флора кишечника так или иначе меняется. Мы же живем, у нас, как правильно сказали, все живые люди. И бывает там и стресс, и волнения какие-то, нагрузки, и питание меняется. И так далее, и так далее. Ковид приходит. Ковид приходит. То есть все это, конечно, откладывает отпечаток. Но вот дисбактериоз все-таки, на самом деле, есть такое понятие? Или это все-таки миф, по большей части? Нужно его лечить? Или это все-таки, может быть, там придумали люди, которые биологические активные добавки, по большей части, хотят как-то реализовать. И вот они придумали дисбактериоз, чтобы действительно людям как-то повлиять на флору кишечника именно такими препаратами. Ну вот всегда это был вопросом, диагноз это или синдром это вообще, есть он дисбактериоз или его нет. Что неизменно микрофлор кишечника есть, мы же не ходим со стерильным кишечником. Здесь хочется на примере немножечко рассказать. Приходит пациент, например, предъявляет определенные жалобы, возможно, со стороны кишечника, со стороны желудка того же. Мы начинаем обследовать, различные анализы назначаем, ФГС, УЗИ, обследуем, лечим, и ему не легче. И думаем, ну давайте проверим дисбактериоз, так называемый, проверяем, лечим, видим там нарушения, либо патогены какие-то, либо хорошая микрофлора, да, там все расписывают. Бактерии там, там и так далее, бифиты, да. Там их очень много всяких. Пролечим пациентам легче. Вот как после этого сказать, есть диагноз или нет диагноза, сказать, что это состояние, сказать, что это синдром. Можно сказать, что синдром, там, синдром избыточного бактериального роста, вот красиво очень фраза, красиво звучит. Поэтому ведь в каких-то странах говорят, что нет, это не диагноз. У нас все-таки пока что придерживаются того, что он есть. Другой вопрос, нужно ли бесконтрольно пить, потому что у нас дисбактериоз любят ставить все. И пить пробиотики, пробиотики в огромных количествах, неважно, нужны они или не нужны. Тем более бесконтрольно, да, ни в коем случае. Тем более бесконтрольно, там же рецептурных препаратов нет, поэтому, если это биологически активные добавки, тем более. Нужно всегда помнить, что все проходит через нашу печень, через наши почки, поэтому лишний раз лучше ничего не принимать. Ну да, если увидели какой-то сбой, в конце концов, у каждого такого препарата имеется инструкцию, но вы прочитали, да, можно чем-то себе помочь. Но бесконтрольного приема все-таки не должно быть. Если вы видите, что у вас не проходит, не нужно все скупать, а лучше прийти на помощь к врачу. То есть, получается, даже если дисбактериоз, как говорится, пациенту стало легче, какое-то действительно отклонение мы нашли, то все равно нужно искать первопричину, получается. То есть, все равно что-то дало это, да? Единственное, сейчас еще говорят, вернее, есть такое мнение, что даже наши микробиота кишечные, ее можно выделить как отдельный орган. Есть такое мнение, в принципе, это может, ну, это правильное мнение. Вот я считаю, что это правильное мнение, потому что такое количество колоний, такое количество бактерий, которые заселяют наш кишечник, но они не могут просто ни на что не влиять. Поэтому, да, это требует всегда внимания, нужно всегда это учитывать. И при том, что мы часто обследуем пациентов колоноскопии, гастроскопии, а это же все внедрение в нашу, как бы, систему, в наш организм, поэтому лишний раз не нужно, как говорится, все по показаниям, в том числе прием про и прибилочков. Мария Александровна, ну вот давайте еще вот тоже отдельной строкой, прямо потому что мы уже об этом с вами поговорили, да? Ну, все-таки вот алкоголь и курение, вот отдельно, как они все-таки вот влияют на, именно вот на органы желудочно-речечного тракта и на возникновение самих вот болезней? Вот ваше личное мнение, как гастронтеролога. Курение зачастую влияет на желудок и на печень, хотя все говорят, что курение влияет на все, но все же чаще всего это желудок и печень, а алкоголь точно на все влияет, поэтому всегда рекомендую ограничить, 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 но погубные действия. Сейчас, к сожалению, количество циррозов, алкогольных циррозов, и не только среди мужчин, но и среди женщин растет, это нас очень огорчает, сделать с этим очень что-то сложное. Это опасное заболевание вообще? Очень опасное заболевание, очень летальное, к сожалению, заболевание это сейчас развивается и у молодых, трудоспособного населения, поэтому ограничивать, очень нужно ограничить прием алкоголя. Нас это, конечно, сейчас очень огорчает. Ну я даже вот такое мнение считаю, что даже вот небольшое количество алкоголя, то есть никакое количество алкоголя бесследно для организма не проходит, то есть в любом случае все равно какой-то след, оно отпечатка оставит, на тех же клетчиках печени, поджелудочные железы. То есть организм человека, он не запрограммирован вообще, чтобы поступал в организм. То есть это получается, а раз это не подразумевается, значит оно и не нужно. Мария Александровна, но еще раз возвращаясь к нашей основной теме, про гастриты. Скажите, пожалуйста, вы взрослый гастринтеролог, понятно, что вы принимаете взрослых пациентов, ну начиная там с 18-летнего возраста. Ну все-таки, как вы считаете, насколько важно в детском возрасте этот диагноз поставить и потом контролировать, может быть диспансерное наблюдение очень важно. Вот ваше мнение вообще именно на постановку диагноза своевременную и дальнейшее наблюдение? Важно своевременно выявить диагноз. Это правильно, на диспансерное наблюдение люди, страдающие гастритом, должны стоять всю свою жизнь. И гастриты же бывают разные. Одно дело, что-то не то покушали, возник острый гастрит, его вылечили и все. Другое дело, если это хронический гастрит, когда появляются различные изменения слизистой оболочки, в том числе атрофия, эрозивный процесс, присоединение той же самой хеликобактер пилори, важно своевременно выявить, вылечить или убрать обострение и в дальнейшем, конечно, наблюдать. Особенно, когда это касается атрофии, либо так называемых гиперпластических гастритов, когда изменяется слизистая оболочка. Поэтому, да, наблюдать необходимых в течение всей жизни. Ну, то есть это и в дальнейшем и качество жизни улучшить пациента, да? Естественно. И так далее, и так далее. Да. Очень важно. Марисанна, ну и по нашей доброй традиции, ваше пожелание, и как врача-гастрентеролога, и как просто человека, нашим телезрителям? Ну, хотелось бы пожелать самое главное здоровья, здоровья и вам, и вашим близким. Спасибо большое, Марисанна, спасибо. Ну, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов. Спасибо.